В эти дни в законодательной палате у Алимаджлиса депутатами широко обсуждается исполнение государственного бюджета и бюджетов государственных целевых фондов за 9 месяцев текущего года, а также основные направления макроэкономических показателей налоговой и бюджетной политики на 2019 год. Подробнее о работе комитета в материале нашей программы. На расширенном заседании комитета по бюджету и экономическим реформам были обсуждены проекты, связанные с исполнением государственного бюджета в текущем году и основными направлениями макроэкономических показателей налоговой и бюджетной политики на 2019 год. Так, в 2018-м впервые расходы по госбюджету в сравнении с 2017-м увеличились почти на 30 триллионов сумм. Основная их часть направлена на социальную сферу. Достигнуто повышение доходов граждан. Заработные платы, пенсии, пособий по сравнению с уровнем показателей инфляции. Около 60% социальных расходов выделены на медицину и образование. В течение 2018-го в рамках принятого указа президента на реализацию программы «Обаткшлаг» было направлено около 500 миллиардов сумм. Еще одна важная инициатива. Для всесторонней поддержки предпринимательства среди молодежи на основе еще одной не менее значимой программы за прошедший период коммерческими банками выделены 7-процентные кредиты. По мнению депутатов, в проекте бюджетного послания предусматривается увеличение доходов. В результате изменений в налоговой системе создаются большие преференции для населения и бизнеса. Между тем, на заседании Комитета по труду и социальным вопросам также обсуждалось исполнение главного финансового документа страны и проект государственного бюджета на 2019 год. Отмечалось, что в отчетный период для социального финансирования из государственного бюджета выделено средства в объеме 53% от общих расходов. Их показатель относительно ВВП страны составил 11,8%. 19 триллионов сумм или почти 66% средств, выделенных на социальную сферу, направлено на финансирование заработной платы. На заседании рассмотрены важнейшие вопросы социальной сферы. Уделено особое внимание коренным реформам в системе здравоохранения и образования. Далее депутаты приступили к обсуждению проекта бюджета на 2019 год. В частности, в центре внимания были вопросы улучшения жилищных и социально-бытовых условий населения, совершенствование системы социальной поддержки, достижение устойчивого экономического роста, создание новых рабочих мест. Подчеркивалось, что в 2019-м 54% расходов госбюджета будет направлено на эти цели. Планируется выделить более 57 миллиардов сумм. На заседаниях по рассмотренным вопросам принято соответствующее решение комитетов.